В понедельник у берегов Италии спасательные команды продолжили поиски пропавших без вести при крушении круизного теплохода «Коста Конкордия». Их число сократилось до 14 человек, среди которых 9 пассажиров, в том числе маленький ребёнок, а также 5 членов экипажа. При этом число погибших возросло до 6 человек. Более 60 получили травмы. Всего на борту «Коста Конкордия» находилось более 4200 пассажиров и членов экипажа. 290-метровый лайнер наскочил на риф в 200 метрах от итальянского острова Джилио у побережья Тосканы в пятницу вечером, в то время, когда пассажиры ужинали. По свидетельствам очевидцев, на борту началась паника, поскольку были необъяснимые задержки с организацией эвакуации людей с тонущего судна. «Конкордия» села на мель в ясную погоду при спокойном море. Причины трагедии сейчас выясняются. «Мы стараемся избегать предположений, поскольку сейчас имеем возможность исследовать чёрные ящики, которые обнаружили водолазы береговой охраны. Таким образом, мы сможем проверить обстоятельства произошедшего и выяснить, каковы на самом деле были манёвры капитана Скеттино». Капитана судна 52-летнего Франческо Скеттино арестовали в субботу. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности, а также в том, что он покинул судно до окончания эвакуации пассажиров. Как сообщают в службе береговой охраны, когда его попросили вернуться на терпящее бедствие судна, он отказался. Скеттино сообщил итальянскому телевидению, что Коста Конкордия натолкнулась на рифы, которых не было на карте и которые не определились с навигационными системами. На корпусе лежащего на боку судна видна большая пробоина. При этом эксперты говорят, что топливные баки по всей вероятности повреждены не были и утечки горючего в прибрежные воды не произошло. Компания-владелец круизного лайнера выразила глубокое сожаление в связи с произошедшей трагедией. Представители компании также отметили, что экипаж судна был должным образом обучен спасательным процедурам и что лайнер был в полной мере оснащён всем необходимым на случай аварии.